Динамо Из уст тренера слышала отборнейший русский мат, которому он пытался не только наставлять своих игроков, но и корректировать действия судьи. Главным арбитром этого матча выступил Андрей Сипайло, являющийся судьей FIFA. По словам Андрея, за более чем 20 лет он ни разу не сталкивался с таким отношением. Минут за 10-15 до окончания матча накал страстей достиг своего апогея. После того, как игрок Брянской, кстати, сын главного тренера Валерия Петракова, грубо обошелся с нашим защитником Георгием Ульяновым, прозвучал свисток арбитра. И тут-то все началось. Сразу вспомнили строки знаменитой поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». «Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони и люди». Коней, конечно, не было, но потасовка получилась действительно серьезной. С искамеек на поле рванули запасные игроки и тренер Динамо. Затем Валерий Петраков вместе с директором или менеджером команды пытался оказывать давление на арбитра. Но выяснив, что по их правилам игра протекать не будет, решили проще отказаться от продолжения и покинуть стадион вместе с командой. Матч завершился со счетом 0-0. Неточный пас Ульянова, поперечный перехват соперником. Он пошел в отбор, отобрал, по правилам отобрал, без нарушения правил, хотя там игрок остался лежать. Движение, потом против него нарушают правила сзади, причем это удаление должно быть, ну, желтое как минимум. Ульянов, когда подскочил и побежал на этого игрока агрессивно атаковать, значит, должен быть удален Ульянов. То есть вот эта ситуация, она спровоцировала тренера команды, игроков, создать вот эту бучу. Но я не думаю, что из-за этого надо заканчивать игру и уводить команду. Потому как шла игра, она не самая грубая игра была, она такая жесткая. И не бывает так, что одна команда вроде бы бьет, такое ощущение сложилось, что мы бьем, а нас нет. Идет футбол, идет игра за мяч, игра за результат, это нормально. Мы же не можем тренировать сейчас балет. То есть есть игра, и здесь какой-то очень жесткой игры я не видел. И, кстати, Леонид Назаренко во всем этом фарсе участия не принимал. И даже во время матча он спокойно сидел и анализировал игру своих подопечных, в отличие от коллеги из Брянска. Затем он поделился мнением о клубе, игроках, а также рассказал о ближайших планах. Обратились ко мне мои московские друзья, с которыми я раньше работал, у которых работал в клубах. То есть они обратились ко мне, говорят, вот возможность поехать туда, попробовать помочь этому клубу стать чемпионом. То есть есть реальные шансы у этого клуба стать чемпионом Латвии. То есть, ну это не самый плохой вариант, когда и не важно, какие деньги здесь, то есть важно, что чемпионство есть чемпионство. Это одна ситуация. Потом участие в Лиге чемпионов, это совсем другая ситуация. Поэтому меня это соблазнило, будем говорить так, я поехал работать. И мы будем стараться сделать так, чтобы команда стала чемпионом. Леонид Назаренко высоко оценил игру наших голкиперов. Мариса Элтерманиса и Евгения не ругала. Что касается остальных, то с ними нужно работать и работать. Хотя хватка у всех есть. Да и желание играть имеется с лихвой. Вот эта игра, она как лакмусовая бумажка, то есть показала все. Потому что кубковую игру, которую играли, мы провели хорошую тренировку. То есть все задания практически, которые на игру там были сделаны, они проходили. И стандартные положения, и розыгрыш атакующих действий, и оборонительные действия. Сегодня в первый тайм, будем говорить стартовый состав, но в него, по идее, еще Логин должен вписаться туда, в позицию центрального полузащитника. Но сегодня вот Алан, бразилец, он первую игру. В тренировках хорош был, но здесь я увидел сегодня, что он в состоянии здесь играть, и можно на него рассчитывать. Значит, сегодняшняя игра проявила много недостатков. Особенно вот второй тайм, то, что уже организации, хотя игроки в позиции те же самые выставлены, теорию слушают также. В тренировках проходим, они все это делают, но восприятие этими игроками, оно совсем другое. То есть качество этих игроков из этого состава, будем говорить, ну, человек пять, которые, в общем-то, мне подходят на замену. Ну, или вот Чехрадзе, допустим, он там в стартовом составе, и Логин. Это те, которые могут там в стартовом составе быть, вот первый тайм команды, которая играла. Все остальные под большим вопросом. На данный момент Далгова занимает лидирующую позицию в турнирной таблице. Задача нового наставника – сохранить ее и сделать Далгов плоскую команду чемпионом страны. Следующую игру наша Далгова проведет на выезде с Юрмилой, а увидит домашний матч команды с Елговой. Наши болельщики смогут в субботу, 13 августа. Будем надеяться, что он пройдет без таких глупых инцидентов. Продолжение следует...